Принцессе Анне на ее седьмой день рождения преподнесли необычный подарок. Настоящее драконье яйцо. Оно было теплое и гладкое на ощупь, необычного карамельного цвета с полосатыми разводами и выглядело как редкое сокровище. Это яйцо похоже на огромный драгоценный камень, сказала девочка. — Забыла, как он называется, такой полосатый. — Ты права, оно похоже на оникс, — кивнула королева. — Положи его в огонь, чтобы дракончик вылупился, — подсказал принцессе король. — Не слишком ли это опасно, держать дракона во дворце, — забеспокоилась королева. — Если он поладит с нашей дочерью, лучшего друга и защитника ей не найти, — ответил король. Принцесса Анни с сияющими от волнения глазами сделала так, как ее научили. Надела защитные перчатки, чтобы не обжечься, положила драконье яйцо в огонь и стала наблюдать за ним. Долго ждать не пришлось. Сначала яйцо зашевелилось, потом по нему пробежали трещинки во все стороны. И, наконец, из него вылупился дракончик. Он был маленький и нелепый, ужасно худенький, с торчащими в стороны тощими крылышками. Он посмотрел по сторонам сквозь языки пламени, громко чихнул и вдруг увидел принцессу. Их глаза встретились. Дракончик забавно фыркнул, когда принцесса протянула к нему руки в перчатках. — Привет, Оникс! Меня зовут Анни. Так у дракона появилось имя, и началась его дружба с принцессой. Девочка и дракон все время проводили вместе, и души друг в друге не чаяли. Девочка и дракона Правда, дракончик рос гораздо быстрее, чем его хозяйка. Он вырос большим, красивым и сильным драконом. Его тело было цвета карамели с золотистыми и шоколадными полосками, а чешуя переливалась на солнце. Скоро дворец стал ему тесен. Пришлось Ониксу переехать жить на королевский двор в собственную пещеру, специально устроенную для него по приказу короля. А принцесса всегда зажигала фонарик в своем окне, чтобы Оникс мог смотреть на него перед сном и не слишком скучать. В знак верной дружбы Анни подарила Ониксу золотые браслеты на лапы, которыми тот очень гордился. Как только дракон научился хорошо летать, он пригласил принцессу подняться в небо вместе с ним. Для Анни сделали специальное седло, которое надежными ремнями крепилось к спине Оникса. И они летали каждый день, почти не обращая внимания на погоду, радовались свободе и красоте окружающего мира, которое открывалось с высоты. А еще они подолгу разговаривали обо всем на свете. Вы думаете, что это странно? Лучший друг принцессы – дракон. Но именно так и случилось. И не было более преданного и надежного друга на всем белом свете. Казалось, что так будет всегда. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»